Центр временного содержания несовершеннолетних попадает детям от 7 до 18 лет. И сегодня, в День защиты детей, некоторые ребятишки проведут этот праздник за закрытыми дверями. Алмаз впервые будет встречать день рождения в этом центре. Имя мальчика мы изменили. Завтра ему исполнится 14. Он из обычной семьи, правда, родители в разводе. Подросток, говорит, даже не понял, как украл телефон. Я бы сам этого не совершил. Я просто не понял, как это получилось. Надо отвечать за свои поступки правильно, то, что сюда меня определили. А вот мама боится за меня. От гиперопеки до полного безразличия. Из 10 детей, которые попадают в центр, один из благополучной семьи. Это уже не нонсенс. Психологи определили тенденцию последних лет. У родителей слишком много работы. У детей интернета. 95%, наверное, здесь приходят. У них нет отца. И, как следствие, мама работает одна. Мама работает, как правило, на двух, на трех работах. И, конечно, у нее не будет хватать времени на своего ребенка. Почему футболом увлекаешься? Мне нравится спорт. Если бы спорт играл в жизни Егора главную роль, то, возможно, он никогда бы и не бил по мячу на закрытой территории. Здесь он в третий раз. Вместо кубков его истории. Два украденных телефона и избиение человека. Все банально. Из девяти друзей пятеро с такими же незаконными увлечениями. Делать так нельзя. Но, тем не менее, попадаешь. Получается так, компания просто плохая. Я к тебе приду еженнадцать, чтобы все было хорошо, ладно? Только показания. На учете у полицейских 1400 семей. Столько же и подростков. По всей республике десятки тысяч. Плохим ни один ребенок не рождается. Но с 14 до 16 лет им особенно нужна поддержка. Если семье не хватает тепла, любви, доброты, внимания, подросток ищет это настроение. Подростку хочется доказать, что он не лучше, не хуже всех, вернее. Что он что-то может, свою сферу, нишу занять среди подростков, возможно. Поэтому в этот период, в этот момент родителям нужно быть рядом. Изменить свое детство и будущее ребятам в Центре временного содержания дается на это 30-40 дней. У детей одно желание, чтобы все получилось. Получить среднее образование, пойти учиться на педагогический, потом на учитель физкультуры. А у родителей, которые смогли обнять детей не за закрытыми дверями. Сегодня двойной праздник. Семь детей, только дети. Кроме детей мне ничего не нужно. Альбина Минебаева, Данил Филатов, Сергей Хайдаров, Рамзель Гарипов. ТНВ. Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова